И на официальные темы. В кабинете главы округа прошло последнее в этом году заседание антикризисной комиссии. Основным докладчиком выступил директор МИАСского центра занятости Александр Иванов. Ситуация на рынке труда, итоги реализации областной целевой программы, информацию по этим вопросам приняли к сведению. Работа по ним продолжается и в следующем году. В текущем году количество обращений граждан в центр занятости снизилось на 20% в сравнении с 2010 годом. В то же время на 10% увеличилось число предложенных вакансий. Это позволило достигнуть рекордных за последние годы показателей. К началу декабря уровень безработицы в МИАСе составил менее 2%. Однако в течение месяца этот показатель немного изменился к худшему в связи с сокращением рабочих на автомобильном заводе «Урал». По словам директора по персоналу автозавода Виктории Бредихиной, такая ситуация связана с сезонным увеличением рабочих мест на предприятии. Рост продаж в текущем году отразился на увеличении работников, но по временным соглашениям. По этому году, я уже сказала, что мы порядка 900 человек в течение года принимали. В основном это летний период. Мы у нас отработали и вот к концу года, к сожалению, мы вынуждены были расстаться. Чтобы 50 человек, мы договоры с ним не расторгли. Надо отметить, что тем работникам, которые хорошо себя зарекомендовали и хорошо работали, мы выплачиваем пособие по соглашению сторон. В 2012 году произойдут значительные изменения в источниках финансирования центра занятости. На будущий год нам выделено из федерального бюджета 10 млн 449 тысяч. Это для организации рабочих мест для инвалидов. И плюс к этому 1 млн 424. Вот одно направление, которое подфинансирует у нас федеральный бюджет. С 1 января следующего года МИАСский центр занятости перейдет в региональное подчинение, став областным казенным учреждением. Впрочем, за федеральным бюджетом сохранятся основные социальные выплаты. По словам главы округа Игоря Войнова, вопросы занятости населения останутся приоритетными в работе антикризисной комиссии и в предстоящем году. Вадим Морозов, Айдар Насыров, программа 24МИАС.